Во времена Великой Отечественной войны было много людей, которые совершали подвиг и защищали нашу Родину. Мы встретились с одним из таких героев. Это полковник Рахимов Курмат Рахимович, ветеран МВД Республики Казахстан. Сейчас ему 94 года. Каждый день он выходит на прогулку. Курмат Рахимович поделился своими воспоминаниями. Детство его было тяжелым. Он пережил голодные годы и потерю отца. Мать говорит, нас четверо. Товарищ говорит, чтобы вас спасти от голодной смерти, вот полковникам я говорит, раздам вас. Дойдешь, ты нам говорит, будешь жить. Подимнешь, это одним из многих будешь. Это я пошел, значит, это 100 километров надо мне за три дня дарить. Окончив школу, он поступает в педучилище. А в 17 лет, во время подработки на Роднике, узнает о начале страшной войны. Утром поработали, приходим в поселок, а там уже была война. Это было 22 июня. Курмат Рахимович ответил на вопрос о том, как их кормили на фронте. Но вскоблили все, что для фронта. Были крупы, каши были там, все. Рыба была, все проще было. Мяса очень мало было. Но на питание никто не жаловался. Потому что на 10 человек варят, а придут всем. Трех уже нет. Или раненые, или погибли. Он участвовал в освобождении Кёнигсберга. Это второй город Германии после Берлина. Днем, дым там стоит, город. Темно. Это было какое-то огромное пожарище, понимаете? Зарево горят. Эти как бомбежки, поджога от этой люди, от всего там, от котюши там. Четверо суток. Идешь, идешь, падаешь там. Невольно глаза закрываются. Падаешь, проснешься, падаешь, проснешься. Но идешь через силу надо. Вот есть надо. Ветеран с трепетом показывает награды и грамоты. Все медали в несколько рядов могут поместиться на кителе. Но признается, что носить их тяжело. Курмат Рахимович вырастил двух дочерей. Жену он потерял в 2005 году. 14 лет будет послезавтра, 1 мая. Вот завтра я собираюсь съездить на кладбище. Вот так и живут наши славные герои. Спасибо им за мирное небо над головой.